Так, отвечаем на вопросы. Первый вопрос такой. Что за конструкция быть привыкшим к чему-то и почему в некоторых заданиях на эту конструкцию быть привыкшим к чему-то? Появился глагол get. Так, вы все видели эту конструкцию? Вы делали на нее немножко задания в Excel? Быть привыкшим к чему-то. Быть привыкшим к чему-то. Видели? Ну, в домашке. Быть привыкшим. Be used to... Так, не все видели. Ну, ладно. А почему не все видели? Либо Николай сделал не то задание, либо многие не сделали то, что надо. Домашку в Excel. Ну, она же была в домашке. Быть привыкшим к чему-то. Ну, да ладно. В общем, Николай, кратко отвечаю на ваш вопрос. Можно сказать быть привыкшим, можно сказать стать привыкшим и все. Вот. Поэтому можно написать get. Соответственно, если вы хотите сказать, что вы получили привычку, то get используется. Если хотите сказать, что у вас была или есть привычка, то be используется. Вот и все. Специально там дословно даже написано. Стал привыкшим. Ну, грубо говоря, если я по-русски говорю человеку, ты привыкнешь к этому. Это я использую, как бы я передаю идею какую-то, что у тебя будет эта привычка, ты будешь владеть или то, что ты ее получишь. Ты привыкнешь к этому. Вот здесь какая идея? Ближе к чему? Станешь привыкшим или состояние? Будешь привыкшим. Ты привыкнешь к этому? Я себя по-русски вот так вот говорю. Это get used. Станешь привыкшим или be used. Будешь привыкшим. Будет очень обидно, кстати, если всего несколько человек понимают, о чем я говорю, а остальные не делали, если Excel, и не понимают, будет очень грустно. Надеюсь, это не так. Ты привыкнешь к этому? Здесь лучше, здесь имеется в виду, что у тебя появится эта привычка, да. Так что это несостояние. Лучше get, да, станешь привыкшим. Все говорят, ты привыкнешь, здесь имеется в виду, ты станешь привыкшим, а не будешь привыкшим. Ну вот, но это просто ближе по смыслу. А если я говорю, я не привык дарить подарки на день рождения, а вот это я говорю о том, что я получаю привычку какую-то новую, или о том, что я владею, имею, ну как бы присутствует привычка, есть. Вот здесь как, я не привык дарить подарки. А вот здесь вот, я не есть привыкшим, здесь be, да, здесь я ничего не получаю, ну get здесь нет, как бы я никаких новых привычек не получаю. Ну это как бы с опытом различать можно. Давайте дальше смотреть. Значит, did you book the tickets online? No, I booked the tickets by phone. Можно ли здесь поставить once? Нет, звучать будет не очень хорошо. Грамматически можно, но звучать будет не очень хорошо. Лучше поставить them. I booked them by phone. Ну вот. One обычно... Ну, здесь не подойдет. Насколько часто прием встречается в реальной жизни? Ну, часто вы увидите. Но вы можете это не использовать. Вы, главное, понимать должны, что имеют в виду, когда его используют. Вот. Так. Соответственно, какие еще вопросы? Фраза here is your flower. Уместно ли говорить your flower is here? Это другой смысл. Второе предложение your flower is here означает, что ваш цветок здесь. А here is your flower говорят, когда дают вот, держи. Вот, держи, вот твой цветок. Вот. Это совершенно просто разный смысл. Ну, как бы в разных контекстах будет абсолютно разных сказано. Here is говорят, когда человеку дают что-то. Вот ваша домашка. Вот ваша там тетрадка. Вот ваша ручка. Пишите. Да. Когда дают человеку что-то в руки. Второе. Можешь показать мне людей, с которыми ты имел проблемы? Can you show me the people you had trouble with? Trouble в Lingualife не переводится как проблема. Не знаю. Ну, а как он там переводится? Ну, это так. То есть, то, что это правильно, это так. Have trouble – это устойчивое словосочетание. Конечно. Слово trouble используется очень часто в английском. Это означает неприятность какая-то. Проблема, неприятность. Или это неисчисляемое, кстати. Вот. Ну, по крайней мере, обычно используется trouble как неисчисляемое. Поэтому как бы неприятности, да, или проблемы, или неприятность, проблема. Соответственно, выражений с ним много. Have trouble – это вот иметь неприятности. Get into trouble. Попасть в неприятности. Get into trouble. Попасть в неприятности. Но это тоже в домашке было. Или cause trouble. Создавать неприятности. Чинить неприятности. Ну, чинить не в смысле, как машину чинить, а в смысле устраивать неприятности. Допустим, я здесь не для того, чтобы как бы устраивать неприятности. I'm not here to cause trouble. Или я не хочу создавать никаких проблем. Да, I don't wanna cause trouble. I had like – не проходили конструкцию? Такой конструкции нет. Там было… Нет, не проходили. Это только I would like. Я бы любил, как бы я бы хотел. Would – это бы. I would like. Четвертое. I took a vacation because I wanted to have a good time with my friends. Почему my добавляется в friends? Ну, потому что определяющие слова должны быть пересуществительными. А третья колонка – это определяющие слова. Это ясно? Ну, можно не my, но это самый естественный вариант. Вы можете, конечно, сказать the friends с этими друзьями. Но намного правильнее, естественнее, адекватнее поставить третью колонку. Но определяющие слова должно быть какое-то, да? За редким и редким исключением определяющие слова нужно ставить пересуществительными. Ну, вот, соответственно, my – самый лучший вариант, лучше, чем артикль здесь. Это в английском – это абсолютно естественно везде добавлять мой, твой, его. То есть везде третья колонка используется намного чаще, чем в русском. Я хочу убежать от всего этого стресса. I want to get away from all that stress. Почему не this? Почему не this? А это не в прошедшем времени? А, не в прошедшем. Не, если этот стресс сейчас на нас как бы давит, можно и this сказать. Можно и this сказать, конечно, если он сейчас присутствует и сейчас давит. Вот. И если это прошедшее время, я хотел убежать, да, то тогда это точно this. Если он сейчас на нас давит, то это this. Вот. Соответственно, вот так вот. I want to get away from all that stress. Ну, дело в том, что если, например, стресс на работе, а я пришел домой, то я могу сказать from all that stress. От того стресса, который на работе, он же отдален от меня. Вот. Я, по крайней мере, когда я писал, я в уме имел примерно такой смысл. Вот. Ну, если стресс присутствует сейчас в вашей ситуации, то есть вы сейчас сидите на работе, и что-то происходит неприятное, тогда это однозначно this stress. У меня нет никого, к кому можно обратиться за советом. Ну, обратиться за советом, да, повернуться за советом. Turn to. Повернуться за советом. Turn to for advice. I don't have anyone to turn to for advice. Кому не переносится в конец? Переносится. Все правильно. И вы видите, что к, to, перенесен, он после to написан, после turn написано. I don't have anyone. Дальше этот to, это инфинитив, это не предлог, это показатель инфинитива. I don't have anyone to turn. И to, управление глагола, написано после глагола. Все правильно. Просто это не то, чтобы в конец предложения, а это как после глагола ставится. Вот. А почему? Ответил, да, на ваш вопрос. Перенесен, все верно. Это управление глагола. Ну, то есть, to написан, он перенесен. Он стоит не перед кому, не к кому, а он стоит после слова обратиться. У меня нет никого, кому я могу обратиться к, turn to, ровно по тем правилам, которые изложены, он там поставлен. После глагола. Не к кому обратиться, а кому обратиться к после глагола. Это же, ну, это же управление глагола на самом деле. Вот. Это же не просто какой-то предлог. Вот. Там. Я не знаю, с кем она разговаривает. С кем. Это же управление глагола на самом деле. А почему в прошедшем ставится that? Потому что все прошлые события от нас удалены, поэтому их называют that. Да, они удалены. Они не в нашей зоне доступа. Так. Окей. Это все вопросы? Тогда давайте. На все ответил? Светлана, на ваши вопросы я напечатал ответ в чат до урока вроде, да? Так. Так, 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 так. Ну что? Тогда давайте откроем Мерфи. Так, давайте откроем, посмотрим, что это у нас. И давайте откроем то, что было дома. А, вы же делали с первого по десятый, верно? Вы делали с первого по десятый, и, наверное, поэтому Excel кто-то не сделал. Ну, я понимаю. Так, ну давайте посмотрим. С первого по десятый. Простые задания, в общем-то, уже для нас. Ну, начнем со второго, допустим. Julia is very good at languages. А вы это, кстати, выражение знаете? Она хороша в языках. Good at. She's good at. Вы знаете это выражение? Или нет? Как это нет? А в домашке оно есть? А в Excel оно есть? Это очень интересно. А почему вы не знаете, если в Excel есть, и вы его делали? Ну, что оно означает? Быть хорошим в чем-то. Это значит разбираться в чем-то хорошо. She's good at languages. Это хорошо разбираться. Она хорошо как бы разбирается, хорошо у нее получается языками владеть. Хорошо. Значит, she's good at languages. She speaks four languages very well. Она говорит на четырех языках хорошо. Почему? Почему это в Simple поставлено? Почему это не в Continuous? Ну, во-первых, а какой это пункт Continuous? Если это что, в данную секунду она на четырех языках разговаривает? То есть мы тут стоим, а она прямо сейчас на четырех языках одновременно говорит. Это же не такая ситуация. Вот. Если бы она прямо сейчас переключалась с языка на язык и стояла, прямо сейчас разговаривала, мы бы могли сказать, look, she's speaking four languages. Она прямо сейчас разговаривает. Ну, регулярно на ограниченном промежутке времени. Да нет. Почему это на ограниченном промежутке времени? То есть сейчас разговаривает, а пару месяцев назад не разговаривала и скоро тоже перестанет. Да нет, это так всегда. То есть это стиль жизни. She speaks four languages. Поэтому и поставлена. То есть, да, конечно, можно там сказать, она новый язык выучит. Да, но дело в том, что... Дело просто в том, что... Эта ситуация, то, что она разговаривает на четырех языках, она невременная. Ну, по крайней мере, говорящий не считает, что она может забыть три из этих языков. Что вот она разговаривает сейчас на четырех, но это только сейчас. Это только сейчас. Скоро это закончится. Скоро веснова на одном только будет разговаривать. Ну, то есть это маловероятно, что что-то случится, и три языка просто исчезнут. Навыки, да, говорения на трех языках. Ну, то есть ситуация может измениться, да, по мнению говорящего, но не сильно, не кардинально. Поэтому он называет стилем жизни. Не имеет смысла подчеркивать. Ну, сейчас пока что на четырех. Вот. Может быть, если бы у нас был какой-то вот такой контекст, что Вася гений, и он очень быстро изучает языки. Сейчас он говорит на четырех языках. Но через три месяца уже будет на десяти. Вот если такой контекст здесь, ну, это, конечно, искусственная ситуация, но вот тогда можно было бы поставить на теннис. Вот. Сейчас пока что только на четырех. Но подождите, немного уже будет на десяти. Третье. Харап. Ап здесь что означает? Ап здесь какое значение? Как вы? Ну, это простое значение. Это несложное значение. Харап – это спешить. Ап. Усиление? Усиление, конечно. Спеши усиленно. Это не вверх. Это не в прямом смысле вверх. Давай на верхний этаж. Нет. Это усиление. Как бы спеши быстрее. Ну, поспеши, в общем. Ахарап – это глагол. Это в инфинитиве. Это повелительное наклонение. Это несуществительная спешка. Вот. Это глагол спешить. Хотя существительное такое есть. И так как бы тоже часто говорят. Все тебя ждут. Что поставили? Все тебя ждут. Ну, что, в данную секунду, конечно. Конечно, в данную секунду. Ну, а что, я рассказываю всегда, что ли? Спеши, давай. Здесь все тебя ждут. Хорошо. Everybody is или are? Ну, давайте подумаем. Everybody дословно как переводится? Everybody. Дословно как переводится? Если оба слова переводить. Нет. Все это… Здесь нет слов «все». Как переводится «every» и как переводится «body». «Every» – каждый, «body» – тело. Каждое тело, да. Это единственное число или множественное в русском языке? Каждое тело пришли или каждое тело пришло? Как правильно говорить? Множественным числом? Они пришли, каждое тело пришли или каждое тело пришло? В русском языке, если бы мы так говорили, каждое тело… Как дальше? Множественное или единственное ставить? Пришло или каждое тело пришли? Как правильно по-русски? Единственным? Пришло или каждое тело пришли? Каждое тело пришло по-русски? Да, единственное число. Так в английском это единственное число, конечно. Но вот все – это же литературный перевод. Здесь же не написано все. Здесь написано «каждое тело». И, конечно, если бы нас так в русском говорили, у нас бы тоже это было единственное число. Everybody is waiting for you. Everybody is waiting for you. Окей, четвертое. Ты слушаешь радио? No, you can turn it off. Нет, ты можешь его выключить. Off. Что здесь означает off? Что означает off? Ну, можно понимать как… Базовое значение off, я не помню, рассказываю или нет. Вот это off с двумя f. Отделенность от основной части. Отделить от целого. Здесь этот off можно понимать как отделить от цепи электрической. Вот. То есть это фразовый глагол. Фразовый глагол. Такой глагол какой-нибудь. Вот, например, turn и частиц к нему. Или вот hurry и частиц к нему up добавляется. И эта частица там имеет разные значения. И, соответственно, от этого меняется смысл. Вот up там достаточно просто. Что там? Вверх, усиление. Ну, вот в hurry up достаточно просто было разобраться. Turn off. Off означает отделенность от основной части. Отделенность от целого. Вот. Соответственно… Соответственно… Чего я говорил? А! Ну, имеется в виду здесь, что отделить его от электроцепи. От телевизора. Отключить его от электроцепи. Turn – это поворачиваться. Или поворачиваться. И так, и так. И поворачивать, и поворачиваться. Потому что во многие глаголы заложены обычные возвратные значения. Ну, так вот. В общем, turn off примерно смысл такой. Поверни телевизор. Ну, в смысле переключатель на телевизоре. Так, чтобы он стал off. Отделенным от электроцепи. То есть выключи. Вот. Значит, ты слушаешь радио? Нет, ты можешь его выключить. Пожалуйста, ответ. Ну, конечно, в данную секунду я спрашиваю. Слушаешь, Иллина? А где остальные ответы только? Вопрос про данную секунду, само собой. Вот. Потому что я дальше по контексту видно, что я предлагаю. Мне говорят, можешь выключить. Значит, я спросил в данную секунду, слушаешь или нет. Если я спросил, всегда по жизни слушаешь радио или нет, человек не сказал бы мне, можешь выключать. I listening to the radio. To the radio. Хорошо. I listening to the radio. Так. Окей. Пятое. Ты слушаешь радио каждый день? Ну, здесь понятно. В пятом. Каждый день, да, это ясно, что про регулярное действие идет речь. Do you listen? Do you listen to the radio every day? Шестое. Река Нил. The river Nile. The river Nile. Глагол flow. Течь. Into the Mediterranean. Медитерранина – это Средиземноморье. Но это можно не запоминать. Река Нил втекает как бы в Средиземноморье. Ну, втекает, имеется в виду впадает. Что ставить? Это как и регулярное надо оформить? Или здесь лучше сказать в данную секунду прям впадает? Или сейчас впадает, а обычно нет? Что, как, как ставить? Это стиль жизни или это в данную секунду, я хочу сказать? Это же и регулярно происходит, и в данную секунду происходит. Она и сейчас впадает. Но я-то должен отталкиваться не от фактов реальной жизни, а от цели высказания, от того, что я хочу сказать. Хочу ли я говорить, что вот мы пока с тобой стоим здесь, а река Нил прямо сейчас впадает в Средиземноморье. Вот мы тут стоим, ничего не делаем, а река Нил вот впадает прямо сейчас. Не хотим мы так говорить, что она в данную секунду впадает. Не имеет смысла. Странно звучит. Проще сказать, всегда впадает. Да. Ну, показывать, что это на ограниченном промежутке времени, это вообще чушь какая-то, да? Сейчас пока что впадает, а обычно нет. А обычно куда впадает? Да нет, всегда. Седьмое. Река течь, снова глагол flow. Река это, это река наша, течет очень быстро сегодня. Вот, кстати, обратите внимание, написано the river. The river. То есть это река. Вот почему? Просто многие, может быть, это, многих может вызвать вопрос, почему здесь написано. Да, друзья, это вся фраза взята из диалогов людей. Это если так написано, это значит, что собеседник, которому сообщение адресовано, что он знает, про какую реку речь. Вот. То есть это два человека обсуждают, они оба знают, про какую реку речь. Мы не знаем, но сообщение, но предложение не нам адресовано. Эта река течет очень быстро сегодня, намного быстрее, чем обычно. Ну, какой это тип действия, как это назвать? Река течет очень быстро сегодня. Какой это тип действия? Как это назвать? Единичные? Единичных нет в настоящем времени. Вы что? Единичных нет в настоящем времени. Единичные будут сейчас, когда прошедшие начнем проходить. Единичные, которые до конца доведено, как оно может быть в настоящем времени. Значит так, это в данную секунду? Ну, не совсем это в данную секунду, и не совсем это в процессе. Ну, можно, конечно, сказать, что и в процессе, но ближе подходит регулярное действие, но на ограниченном промежутке времени. Не кажется ли вам, что это ближе подходит? Она течет, но быстро, но только в рамках сегодняшнего дня, на ограниченном промежутке времени. Соответственно, ну, понятно, что это не стиль жизни, потому что быстро она течет только сегодня, обычно она очень медленно течет. Вот, поскольку это только сегодня происходит, соответственно, the river is flowing very fast today. Восьмое. Мы обычно выращиваем овощи в нашем саду. Мы обычно выращиваем овощи в нашем саду. Это в данную секунду, сейчас, временно или всегда по жизни. Мы обычно выращиваем овощи в нашем саду. Ну, это имеется в виду в загородном доме. Ну, тут он написал обычно, ежали. Значит, это стиль жизни однозначно, конечно. Все. We usually grow vegetables. Да. Вот. Посмотрите, какой артикль к овощам. We usually grow vegetables. Какой артикль? Артикль. Это э. Не написан просто. Потому что э означает один, овощи, овощей несколько. Да, это нулевой артикль. Э опущен. Мы выращиваем такие предметы, как овощи. Мы выращиваем представителей класса овощей в нашем саду. И если скажу, те овощи, собеседник не очень разберется, какие те овощи. Вот. Он тогда, собеседник, должен знать, что за те овощи. Да, мы выращиваем такой предмет, как овощи в нашем саду. We usually grow vegetables now. But this year. Но в этом году. В этом году. А где в? А где в этом году? Объясните. Почему нет в этом году? But this year. А где? Почему нет в этом году? С какими словами не пишется в этом году? В, на этой неделе. С какими словами? This. Так, еще. На этой неделе. На прошлой неделе. Last. This. Last. И на следующей неделе. Next. Да. This, last. И next. Конечно. Хорошо. Но в этом году мы не выращиваем какие-либо что? Я не очень понял. Но в этом году мы не выращиваем какие-либо any, какие угодно что? Не подскажете? Но в этом году мы не выращиваем какие-либо... Овощи имеется в виду. Да. Просто, чтобы не повторять vegetables, его не стали писать. Вот. Его не стали писать, чтобы не любят повторять существительные. Так. В этом году не выращиваем какие-либо еще. Это стиль жизни? Можно сказать, что это стиль жизни? В этом году мы не выращиваем никаких овощей. Можно сказать, что это стиль жизни? Ну как это стиль жизни, если мы обычно выращиваем? Я только что сказал. Если я поставлю тут стиль жизни, получится я первым предложением обманул собеседника. Я говорю, знаешь, мы обычно выращиваем овощи у себя в саду. Кстати, мы обычно не выращиваем овощи в саду. Но это получится, что я сумасшедший какой-то. Я же только что сказал, что обычно выращиваем, а теперь говорю, обычно не выращиваем. Это не пойдет как стиль жизни. Это регулярное действие, но только в этом году ведь, ну тут даже написано. Ладно, там сложные случаи, когда нам приходится угадывать этот ограниченный промежуток времени, но здесь прямо написано, что в этом году не выращиваем. Вот. Но выращивание не в середине действия получается. Не, ну в середине дела это первый пункт в процессе. В середине дела в какой-то точке. Это первый пункт. Второй пункт в континуус это регулярные действия. Просто на ограниченном промежутке. Говорящие считают, что они на ограниченном промежутке. В этом году не выращиваем, а обычно выращиваем. Обычно выращиваем simple, в этом году не выращиваем регулярное, но в континуусе. Потому что говорящие считают, что это только в этом году на ограниченном промежутке времени. Тут ограниченный промежуток времени даже написан. В отличие от многих более сложных примеров, где его приходится как бы представлять. We are not growing any. Напишите ответ. Напишите ответ. В этом году мы не выращиваем овощи. Никакие. Напишите ответ, пожалуйста. В этом году мы не выращиваем. Ну, это же отрицание. Надо проверить, все ли справятся с отрицанием. Мы не выращиваем. Мы не выращиваем никакие овощи. We are not growing any. Так, да. Антон Проценко. Мы не есть выращивающие. Надо написать. Выращивающие. Growing. We aren't growing any vegetables. Окей. Все. Так. Девятое. How is your English? Как твой английский? Сейчас говорит not bad. Неплохо. Подлежащие действия здесь опущено. Имеется в виду it is not bad. Он есть неплохой. It's not bad. Я думаю. Как перевести it? Дальше. I think it. Как перевести it? It. Как твой английский? Неплохо. I think it. Как перевести it? Я думаю, it улучшается. Как перевести it? Он. Ну, в данном случае он. Это же про английский. Какое это? Какое это? Да вы что? Как твой английский? Это улучшается. Нет. Как твой английский? Он улучшается. Ну, в русском-то мы он говорим. Это литературно, если переводить. Я думаю, он улучшается. Словли, значит, постепенно здесь. Не, знаешь, менненно, а постепенно. Так. В данную секунду? В данную секунду я хочу сказать, что улучшается. Прямо сейчас, пока мы с тобой говорим, он улучшается. В данную секунду? Нет. В процессе это, значит, в данную секунду в середине дела. Вот в процессе это, значит, в какой-то точке в середине дела. То есть, это первый пункт. Вы намекаете прямо сейчас. Со мной человек разговаривает, и у меня улучшается английский. Нет. Нет, имеется в виду. Это не первый пункт континьюса. Ни в данную секунду, ни в процессе. Еще раз говорю, вы помните, что такое в процессе? Это очень точная вещь. Это в середине дела, в какой-то точке времени. Это понадобится сегодня и потом понадобится эта идея. В процессе это, значит, в какой-то точке, в данную секунду. Или в тот момент, когда мне позвонил в середине дела. Это регулярное действие. Это регулярное действие. Остается только выбрать, это стиль жизни или это все-таки на ограниченном промежутке времени. Как говорящий скорее это видит? То, что английский у человека улучшается. Это стиль жизни или это пока я учу? Как это воспринимается говорящим, как вы думаете? Мой английский улучшается, это он рассказывает, что он всегда так живет? Или он имеет в виду, что улучшается? Я сейчас его учу и потом я дойду до какого-то уровня, перестану учить. И тогда перестанет улучшаться. Что он имеет в виду? Пока учу или всегда по жизни? Как вы считаете? То есть на ограниченном промежутке времени? Пока я вот сейчас нахожусь как бы в стадии изучения его? Это все-таки, да, пока учу. Да, на ограниченном промежутке времени. По крайней мере, так воспринимается. Да, это не стиль жизни. Может быть здесь непросто это рассмотреть, но это так. Вот. Давайте оформим и двигаемся дальше. Присылайте и двигаемся дальше. Он есть улучшающийся. It is improving. It is improving. Как вы считаете, те, кто уже прислал, improve – это улучшить что-то или улучшаться? Это улучшаться или улучшить что-то? Или так и так? Так, я улучшил английский, мой английский улучшился. Можно ли и то, и другое сказать глаголом improve? Improve – это улучшать что-то или улучшаться самому? Я улучшил машину, я улучшился. И то, и другое можно сказать при помощи improve. Итак, и так. Да, во многие глаголы заложены вдобавок еще возвратное значение. Конечно. Ну, возьмем глагол hide. Это прятаться. Или прятать тоже. Это и прятать что-то. Я спрятал маркер. И я спрятался. И то, и другое. I hid this marker. Или я могу просто сказать I hid. Я спрятался. I hid behind the door. Я спрятался за дверью. Вот. Окей. Все, это выключаем. Это мы выключаем. Значит, давайте обсудим. Давайте выведем формулу. Вот. Мы проходим времена группы continuous. Да. И continuous в прошедшем. Как называется? Напомните мне, пожалуйста. Как называется continuous в прошедшем? Он, ну, как называется past continuous. Мы проходим continuous в настоящем времени. Нет, называется present continuous. Continuous в прошедшем должен называться past continuous. Past. Окей. Вот формула present continuous, которую мы проходим. Нам надо... Какой элемент здесь в этой формуле отвечает за слово present? Это простой вопрос. Какой элемент отвечает за слово present? Вот это называется present continuous. Где тут present? Ну, вот здесь в настоящее время находится. Понятное дело. Да. Да. Нам нужно... Смотрите, что сделать. Нам нужно сделать, чтобы было continuous, но уже не present, а past. Что сделать? Как поменять формулу? Что сделать, чтобы тоже так же был continuous, все, но только не present теперь, а past. Мы выяснили, что за present отвечает вот этот элемент. Что сделать, чтобы получился не present, continuous, а past. Нагрузить вот это... Убрать отсюда в настоящее время и повесить сюда прошедшее. Вот и все. То есть вот этот b надо просто поставить не в настоящее теперь, а в прошедшее время. Вот и получилась формула past continuous. Вот так вот, насколько все просто. Да, was или were. Окей. То есть теперь не я есть делающий, а я был делающим. Да. I was doing. We were doing. Так, past continuous. Значит, как... Вот это уже чуть-чуть посложнее, но потому и интереснее. Как past continuous применяется? Ну, пункты у него те же самые, как вы понимаете, да? Как и у всех continuous в процессе, то есть в середине дела в какой-то точке. И, соответственно, регулярные действия, когда говорящие считают, что они находятся на ограниченном промежутке времени. Вот тут существует такое предположение, что simple, past simple, simple, это как бы что сделал, а past continuous, что делал. Это так или нет? Что как бы simple это сделал обязательно, а continuous это делал. Это не так. Past simple это и делал, и сделал. Да. Simple это и делал, и сделал. А зачем же нужен тогда past continuous? Если и делал, и сделал, это past simple. Дело в том, что past continuous на русский действительно переводится делал. Что делал? Не с делал совершенный вид, а делал несовершенный. Но, но, но. Делал в какой-то точке маленькой. То есть в какой-то один момент в прошлом. Вот для этого используется past continuous. Например. Я, допустим, я не знаю, просто сейчас это рассказать или после примеров. Мы обсуждаем сейчас только первый пункт, потому что второй пункт не особо нужен. Вот эти регулярные действия, и с ними все понятно. Они ничем особо не отличаются от того, что было в present continuous. Вот этот пункт мы обсуждаем в процессе, в середине дела. Значит, present continuous это в середине дела в данную секунду. Past continuous в середине дела в какой-то точке в прошлом. А что это значит в какой-то точке в прошлом? Это значит, что она должна быть ясна из контекста. Например. Вот, значит, меня спрашивают. Допустим, у меня есть учитель по гитаре. Я прихожу, он спрашивает. Так, ты вчера играл на гитаре? Это он спрашивает про какой-то момент вчерашнего дня, или вообще хочет знать, практиковался я или нет. Слушай, а ты вчера играл на гитаре? Он хочет знать вообще, практиковался я за вчера или нет. Было такое событие или нет. Или он... Это вопрос про какую-то точку конкретно вчерашнего дня. Он хочет узнать, было такое или не было просто. Это вопрос не про какую-то точку. Это про весь вчерашний день вопрос. Это будет в continuous? Ведь это играл, не поиграл, а играл. Нет, это не будет в continuous. Это будет в simple вопрос. Это будет вопрос в simple. А теперь такой диалог. Сосед ко мне подходит и говорит, слушай, я вчера вечером заснуть не мог. Вся там музыка какая-то была за стеной. Ты на гитаре что ли играл? Это вопрос про весь вчерашний день. Вообще играл я вчера на гитаре за весь день или нет? Сосед говорит, слушай, я вчера уснуть вечером не мог после работы. Там музыка какая-то была. Ты что, на гитаре играл? Это снова... Предложение такое же. Ты играл на гитаре? Да? Ты играл на гитаре? Тоже играл, не поиграл, не сыграл, а именно играл. Что делал? Но это вопрос про какой-то момент или про весь вчерашний день? Про какую-то точку? Это вопрос. Да, про вчерашний вечер, про тот момент, когда я не мог уснуть. Конечно, сосед задал первые свои фразы точку. Я вчера не мог уснуть. Да, было дело вечером. Ты что, в этот момент играл на гитаре? Вот, соответственно, past continuous, это действительно, что делал в какой-то точке. Вот его суть. Это я заранее просто рассказываю, еще до упражнения, чтобы вы понимали. Соответственно, тут просто надо понимать, что вот simple, past simple, он передает единичные регулярные действия. Past simple. simple, не continuous, а simple, передает единичные регулярные действия. И в русском языке единичные действия, они не всегда звучат как сделал. Единичные действия могут, ну, единичные действия – это то, которое доведено до своего логического завершения. Вот, если я решил помыть окна, единичное действие будет звучать как помыл или вымыл, да, то есть действие довел до логического завершения. Вот, когда, давайте проведем эксперимент просто, если человек говорит, я вчера сходил в зоопарк, это значит, что он сходил, да, что сделал? Сходил, единичное действие. Довел до конца, точно, сходил и вернулся. А если человек по-русски говорит, я вчера ходил в зоопарк, это вот не сходил, а ходил вчера в зоопарк, а это как? Ну, давайте так, а это по-русски означает, что я до конца довел? Или я где-то на середине дела там застрял? Я вчера в зоопарк ходил, что вчера делал? Ну, в зоопарк вчера ходил. А, это, ходил в зоопарк вчера, это до конца довел? Или где-то на середине там остановился на полпути? Я вчера в зоопарк ходил. Да, до конца довел, это единичное действие. Сходил в зоопарк, до конца довел? Я вчера сходил в зоопарк, до конца довел. Правильно ли я понимаю, что в этом контексте я вчера в зоопарк ходил, я вчера в зоопарк сходил, одно и то же эти означают фразы, то есть с точки зрения фактов одно и то же. Правильно понимаю? Да, так и есть. Я вчера в зоопарк ходил, вчера в зоопарк сходил, с точки зрения фактов одно и то же. То есть в любом случае это действие совершено. В русском единичные действия могут и звучать, вот видите, как, что делал. Ну, а past continuous в итоге нам нужно, чтобы сказать, что я делал в какой-то точке. Ну, в общем, давайте, пожалуй, лучше просто на примерах это посмотрим, чем говорить абстрактно. Давайте посмотрим на примерах, и сразу я что-то еще прокомментирую. Пока я открываю примеры, это в раундапе, ну, я включу в трансляцию. Я вот что еще скажу. В процесс, в прошлом, да, вот в середине дела, в прошлом, вот этот первый пункт, он как на деле используется зачастую. Конечно, мы уже обсудили, что он используется, чтобы сказать, я делал в той точке, да, я в середине дела был в тот момент, вот для этого. Но можно и по-другому назвать его использование, можно другими словами писать. Можно сказать, что он используется, чтобы задать фон. Например, послушайте по-русски пример, пока я загружаю всю эту трансляцию. Например, я вчера приехал в офис. Это единичное или в середине дела? Я вчера приехал в офис. Это до конца доведено, я имею в виду, или это, я рассказываю, в середине какого дела я был. Это до конца, ну, приехал же, конечно, это до конца доведено. Да, это единичное действие. Значит, и когда я вошел, ну, тоже единичное, секретарша пила кофе, а босс разговаривал по телефону. Вот эти два предложения, рассказывают ли они о том, что они до конца это действие довели? Я вошел в офис, секретарша пила кофе, босс разговаривал по телефону. Эти, да, это предложение рассказывает, что они в середине дела. В середине дела, конечно. В середине дела, а можно сказать, что это в середине дела в какой-то точке? Не в течение вчерашнего дня, а в какой-то маленькой точке вчерашнего дня. Можно ли утверждать, что это в середине дела секретарша пила кофе, босс разговаривал по телефону в какой-то момент? Да, ровно в тот момент, когда я приехал. Конечно, да, да, да. Видите, в середине дела и в какой-то точке. Я приехал, и в этот момент она в середине дела пила кофе, босс в середине разговаривания по телефону. Да, хорошо, хорошо. Вот, значит, она пила кофе, босс разговаривал по телефону. Так, и вот тут еще такой момент. Вот я вошел в офис секретарша пила кофе, босс разговаривал по телефону. Это следующие события в истории или это фон? Как бы вы оценили? Я зашел в офис, секретарша пила кофе, босс по телефону болтал, менеджеры там в курилке обсуждали что-то. Как бы вы назвали эти три предложения? Вот после вошел, после вошел. Вошел это точно событие. А дальше пила кофе, там птички летали, босс по телефону разговаривал. Это фон или это развитие истории последующей события? Это фон, как бы задается фон для моей ситуации. Я вошел в это событие, и в этот момент она кофе пила, этот там болтал, эти там сидели, и дальше я пошел. Да, ну так вот, ну так вот. Соответственно, past continuous часто используется, в общем-то, можно так сказать, используется для того, чтобы задать фон. Вот, сама история, в истории какой-то, сама история рассказывается симплом, past simple, потому что именно он позволяет передать события. Я пришел, они там пили кофе, разговаривали, дальше я включил компьютер. Именно past simple передают, собственно, развитие истории, события. Я сделал это, сделал то, именно единичными действиями рассказывается история. Вот, а вот действием в процессе можно фон, например, задавать. Но это все сводится к одному и тому же определению в середине дела в какой-то момент, в тот момент. В середине дела было в тот момент, это все к этому сводится. Ну давайте поделаем упражнение, чтобы не томиться, потому что абстрактно это обсуждать не очень, не очень понятно. Давайте вот, ну будем делать не спеша. Давайте я еще один пример приведу насчет фона и не фона. Вот сравните, будет два одинаковых предложения. Я вчера играл в теннис. Как ты вчерашний день правил? Я вчера в теннис играл. Как это оценить? Это единичное? То есть я рассказал про какие события были за вчера? Или это фон для истории? Как вчера день провел? Да в теннис играл. Вот здесь вот нелегко, потому что это же не сыграл, где явно видно, что единичное. Сыграл, да? Тут играл. Здесь, как вы считаете? Это фон или это я рассказываю в какой-то момент вчерашнего дня я играл в теннис? Или просто рассказываю, какие действия были за вчера совершены? Как вчера, говорят, зависит от контекста. Он такой, контекст послушайте, я же произнес. Что вчера делал, как вчерашний день провел? Да в теннис играл. Потом в комнате убирался. Ну в теннис играл, в комнате убирался, особо больше ничего не делал. Фон? Или это вот я рассказываю просто, как бы, какие события произошли, то есть с единичными действиями? Это очень важно обсудить. Ну ладно, дайте я не буду говорить ответ. Многие правильно написали. Дайте я не буду говорить ответ. А для сравнения приведу еще один пример. Послушайте другой пример. С точно таким же предложением. Только немножко другая интонация. Представляешь? Играл я вчера в теннис. И в этот момент выбежала собака и укусила меня за ногу. Играл я вчера в теннис. А вот это что? Это фон или я просто рассказываю, какие события вчера были? Играл я вчера в теннис. И тут. Это фон или я просто рассказываю, какие за вчерашний день произошли события? А вот это фон для истории. Потому что... Ну, вы по-русски это чувствуете? Что первым предложением... Я вчера в теннис играл. Я просто рассказываю, что сделано за вчерашний день. А вторым предложением... Играл я вчера, значит, в теннис. Я задаю фон и сейчас что-то будет на этом фоне. Вы по-русски это чувствуете? Здесь не про английский язык речь. Вы в русском-то чувствуете эту разницу? Или нет? Не чувствуете? Не чувствуете? Ну, кто-то чувствует, кто-то нет. Ну, ладно, давайте... Значит... Хорошо. Да, давайте на русском придумаем еще, значит... С какой бы глагол взял взять. Ну, давайте так. Я вчера машину чинил. Вот. Это фон или просто рассказываю, какие события, какие действия вчера были? Ну, что, как вчера? Не скучно было тебе? Что вчера? Ну, машину чинил, в комнате убирался. Это просто рассказываю единичными действиями, то есть, какие события вчера были? Или это фон, и сейчас что-то произойдет, наверное, в фоне. Это единичное действие. Это не в какой-то точке. Это просто рассказываю, какие события вчера были. Это единичное действие. Чинил, починил. Вот. Я вчера машину чинил. А теперь послушайте второе предложение. И я вчера, значит, чинил машину. Представляешь? Я вчера, значит, чинил машину. И в этот момент прилетает орел и клюет меня прямо в голову. Прилетел орел и клюнул меня прямо в голову. А вот это фон. Да. А вот это фон. Совершенно верно. Притом, скажите, пожалуйста, а могу ли я просто так задать фон? Допустим, друзья, представьте, я вчера чинил машину, значит, и замолчать. Так можно? Какие у вас ощущения? Можно ли просто задать фон и все, и замолчать на этом? Просто фон. Просто постконтиньюс поставить. Я вчера чинил машину. А, все, а что еще? Если просто задать фон и замолчать на этом, то возникает ощущение недосказанности. Вы как бы как собеседник хотите спросить, и чего дальше-то произошло? Хотите спросить? Сразу хочется спросить, и чего? И к чему-то, чего-то чинил, да, и дальше? Во, и в английском на самом деле так же. Если вы задаете фон, то дальше собеседник-то ждет, и что произошло на этом фоне? Вот так. Ну ладно, давайте лучше все. Мы разобрали. Мои примеры, давайте посмотрим в учебнике. В учебнике попроще, на самом деле, задание, к сожалению или к счастью, не знаю. Первое. Вот первое разберем. Yesterday I was walking through the woods with my dog Eric. Вчера я... Это как перевести? Шел или пошел? Это continuous. Поэтому это шел. Да, это точно шел. То есть continuous действительно что делал, но только в какой-то точке. Вчера я шел через лес, через чащу. Through. Through это сквозь означает. Through. Видите, да? Through. Сквозь. Сквозь чащу. С моей собакой Eric. Eric это собака. Это не имя человека, к которому он обращается. Eric. Почему past continuous? Я не понимаю. Здесь есть какая-то точка? Здесь вот как с соседом. Он, слушай, я вчера вечером уснуть не мог, ты что, на гитаре играл в этот момент? С соседом там была, в примере с соседом была точка. Ты что, в этот момент на гитаре играл? Или я тебе позвонил, ты что, спал в этот момент? Здесь есть какая-то точка, когда я тебе позвонил? А тут никакой нет. Это начало рассказа. Зачем поставлен past continuous тогда? Зачем поставлен? Хочет ли он рассказать, как он вчерашний день провел? Хочет ли он этим предложением рассказать просто, какие события за вчерашний день были, как он провел вчерашний день? Нет. Он хочет задать фон для истории. Это past continuous. Если бы он хотел рассказать, что он вчера делал, как он вчера день провел, он бы past simple написал. Он хочет задать фон. То есть это звучит, как вчера, в какой-то момент вчерашнего дня, шел я, значит, через лес. Шел я, значит, почаще. И тут выбежал медведь. Понятно? Предельно ясно, зачем past continuous? Он поставлен только потому, что говорящий задает фон и сейчас начнет историю рассказывать. Если бы он отвечал на вопрос, что ты вчера делал, как вчерашний день провел, он бы в simple отвечал. Он бы в simple сказал, я сходил в лес, I went to the forest. Или я получил прогулку с моей собакой. I had a walk with my dog. Had или went. He was going. He was having. Он бы в simple отвечал, если бы его спросили, как ты вчера делал, как вчерашний день провел. Continuous, потому что он хочет сказать, шел я, значит, через лес, и в этот момент кое-что произошло. Только с этой целью, просто. Окей. То есть создается фон. В середине дела. Это в середине дела? Когда человек так говорит, шел я вчера, значит, через лес. Это в середине дела? Давайте проверим. Я же все время говорил. В процессе это, значит, в середине дела в какой-то точке. Это в середине дела? Когда он говорит, шел я вчера, значит, через лес. Через чащу. Да, это в середине дела. Это он не закончено, неизвестно, довел до конца или нет. Это в середине дела шел. Окей, так. А что насчет в какой-то точке? Это же в середине дела в какой-то точке в прошлом, в середине дела в тот момент. А что насчет в тот момент? Друзья, сам past continuous уже как бы здесь задает момент. То есть как бы он написал формулу past continuous, и это уже означает вчера в один момент вчерашнего дня, вчера вот, в один момент вчерашнего дня я шел через лес. Вот, такой смысл. Второе. Солнце shine. Это глагол светить или посветить. Through the trees. Сквозь деревья. Солнце shine сквозь деревья. И птицы sing, петь. Так, что вы по-русски поставили? Посветило? Солнце светило сквозь деревья или солнце бах и посветило? Я шел с собакой вчера через лес. I was walking through the woods. Это солнце раз и посветило. Это следующее событие или это фон? Вот так надо рассуждать. Это следующее событие. Я шел, шел и тут как бах солнце посветило. И птицы раз и спели. Это так? Это единичные? Это резко и до конца довезено? Или это все-таки фон? Я шел, параллельно с этим солнце светило, параллельно с этим птицы пели. Ну, наверное, лучше поставить это как фон. Да, по крайней мере, это звучит логичнее. Да, чем ставить единичное. Я шел, шел, птицы пропели, солнце посветило после того, как я шел. Да. Ну что ж, давайте оформим. Солнце было светящим, птицы были поющими. В середине дела, в тот момент. В середине дела, в тот момент, пожалуйста. Оба оформляйте. Было светящим, были поющими. Формула такая же, только теперь не есть, а были. И все. Да. Продолжение следует... Так, ну не is только, да? Там где is, там was теперь. The sun was shining. Солнце не есть, а было светящим. The sun was shining. The sun was shining. And the birds... Написано, кстати, the birds. Ну, какое то солнце, понятно. То единственное, которое вчера было, да? В нашей солнечной системе. А вот какие те птицы пели? Можно, в принципе, и написать с нулевым артиклем. Birds were shining. Те птицы, имеется в виду, все те, которые были в моей ситуации, все те, которые были в той части леса. Да, то есть тут... Это как вчера, помните, был такой пример. Например, если я захожу в лес, предполагается ли, что там есть то самое дерево, о котором все знают? Предполагается ли, что там есть то самое дерево, которое я захожу в лес? Нет. Нет, нет, нет. Но предполагается ли, что есть деревья, когда я захожу в лес? Да, вот, и поэтому здесь и написано, the birds, the trees, да, еще можно это понимать, как те, которые были в моей ситуации. Ну, раз я иду по лесу, автоматически предполагают, что там могут быть деревья и птицы, the trees, the birds, вот. Так же, как я, если прихожу в ресторан, не предполагается, что там есть тот самый официант, но зато там есть официанты, те самые. Следующее, значит, the birds were saying suddenly, sudden это прилагательное внезапный, добавили лей, получилось внезапно, наречие получилось. Внезапно, эрик, старт, bark, это лаять, гавкаюсь. Что здесь, как вы думаете, фон или единичное действие, резкое довезено до конца. Внезапно, эрик начинал, начинал, или это единичное, раз и начал, или это фон, значит, я шел по лесу, птиц пели, эрик там сидел, начинал, начинал, я шел, а эрик все начинал, а я шел, а он все начинал лаять. Итак, мы шли, и он начинал, или это начал все-таки? Это другой эрик? Нет, это собака его. Почему другой? Это все та же, это его собака, других тут нет. Это начал, конечно, лучше сказать начал, само собой. Давайте так и оформим. Внезапно эрик начал лаять, а потом мы переведем слово barking. Эрик начал. Ну, тут еще как бы со словом внезапно, сами понимаете, не очень подходит фон, да? Если что-то внезапно произошло, то, наверное, это единичное действие, следующее событие. Фон как-то со словом внезапно не очень сочетается, просто он не случайно здесь поставлен. Ни в русском, ни в английском, это уже даже от языка не зависит. Просто если что-то внезапно, то предполагается, что это какое-то резкое действие. Так, Денис Балашов, не в настоящем времени-то. Что в настоящем? Past symbol? Или вы имеете в виду, что он всегда по жизни начинает лаять? Нет, это же вчера, единичное. Начал. Started. Максим Истомин, почему пишите, что он в данную секунду начинает лаять? Ну, во-первых, Максим Истомин, история была эта 60 лет назад, и Эрик уже давно умер. Почему пишите, что он в данную секунду начинает лаять? Эта собака давно уже умерла. Зачем пишите, что они в данную секунду начинают лаять? Не понял. Начал вот тогда, когда мы шли по лесу, единичное в прошлом. He started barking. На какой вопрос отвечает barking, пожалуйста? На какой вопрос отвечает barking, как переводится дословно? Как называется часть речи? Barking. He started barking. He started. Ответы на доске, если что. Barking. Он начал либо что, либо что делать. Алена, начать какой-то можно? Алена, так слова связываются? Я начал лающий, я начал бегающий. Алена, а вы начали какая? Алена, вы начали работающая? Так слова связываются? Начал какой-то? Нет, начал какой-то глупость какая-то получается, да? Ага, дальше Алена пишет. Начал что делать? Прекрасно. Алена и Игорь Соловьев. Какие слова отвечают на вопрос, что делать? Лаять, бегать, прыгать. Какие слова отвечают на вопрос, что делать? Напоминаем, пожалуйста, мне, потому что я забыл. Жду ответа. Алена и Игорь Соловьев. Какие слова отвечают на вопрос, что делать? На вопрос, что делать, отвечают, жду. Какие слова? Как выглядят? На вопрос, что делать, отвечают глаголы в инфинитиве, да. Это глагол в инфинитиве, посмотрите повнимательнее. Barking. Судя по тому, как это слово внешне выглядит, это глагол в инфинитиве. Раз у него инговая окончание, это глагол в инфинитиве. Нет, это не глагол в инфинитиве, инфинитив выглядит как to bark, ну вряд ли у инфинитива инговое окончание, да, это странно как-то было бы. Тогда если у него слово инговое окончание, значит не инфинитив, а инговая форма. Вот, соответственно, да, это существительное, лаяние, это очень важно, это очень важно понимать. Значит, он начал лаяние, и лаять это литературный перевод, тут написано существительное на самом деле, лаяние. И runoff, off, что означает? Я сегодня упоминал, может быть запомнил, что означает off. С двумя фэй, а не с одной. Отделенность от основной части. Отделенность, отделение целого от основной части. Что значит runoff? Что это значит? Он начал лаять и... Ну, не просто run, а runoff тут написано. Что означает... Нет, это не почему перестал бежать. Мы выяснили, что off означает отделенность от основной части. Почему перестал? Почему вы написали перестал? Это как вы пришли к такому выводу, что он перестал бежать? Отделенность от основной части. Он от меня отделился. Я хозяин, держал его на поводке. Ну, посмотрите. Ну, я шел, держал его на поводке. Ну, дальше он run, но от меня отделился. Да, побежал от меня. Отделился от меня. Конечно. То есть, если я не написал бы off, пропала бы идея просто, что он от меня побежал. Ну, если бы я просто написал run, да, глагол, то получилось бы, что он просто побежал. Но не факт, что от меня. Может, вперед, да, куда-нибудь вместе со мной. Было бы неясно. А тут именно off добавляет то, что отделенность от целого. Или движение прочь. Ну, я не знаю. Как по-английски, допустим, будет отстань? Get off, да, даже без me, а обычно get off, говорят. Почему это означает отстань? Get это в значении добираться, перемещаться, как бы. Да, добираться, перемещаться. А off означает что? А off означает отделись от кого? От меня. Да, то есть добирайся отделенно от меня. То есть переместись куда-нибудь прочь от меня. Отделись от меня, потому что ты ко мне пристал уже, да, уже вот здесь прям стоишь. Отделись. Вот что означает, вот почему get off означает отстал. Понятно ли значение off? Хотя бы базовые значения надо знать. Off понятно? Отделенность. Ну, самый простой пример. Ладно, давайте еще, ну, самый простой пример. Cut, резать. Ну, вот самый прям банальный. Cut это резать. Cut off. Что означает? Вот есть хлеб. Вот cut резать. А cut off. А это отрезать. Да, то есть вот есть хлеб, да, и вот я здесь делаю надрез, и кусочек отделяю от батона хлеба. И вот этот кусочек, он off по отношению к основной части хлеба. Отделен. Все, дальше. Значит, Эрик, ну что, он начал лаять, и что, он убежал или убегал? Фон или следующее событие в истории? Эрик залаял. И что дальше? Фон писать или следующее событие в истории? Единичное, то есть событие, или фон, то есть. Фон, тогда это звучит так. Если я пишу фон, то звучит так. Он ищет залаял. Эрик убегал, убегал вдаль, убегал. Он залаял и убегал вдаль. Подходит сюда так, по-русски, если бы вы рассказали. Внезапно, Эрик залаял и убегал вдаль. Он убегал, убегал. Да, ну. Убежал, конечно. Единичное действие лучше поставить. То есть, как бы, фон сюда просто не подходит. Это следующее событие в истории. Залаял и убежал. Пожалуйста, оформим. Run, я напишу, как выглядит во второй форме. Вот так вот. Run, через букву A пишется. Пожалуйста. Алексей Черяков. В английском нет такой формулы. Вы ее самостоятельно придумали. Раз такой формулы нет, значит, использовать нельзя. В английском все строится по формуле. Носители Алексея Черякова все формулы вбиты в голову. Поэтому не по формуле нельзя сделать. Формула past simple, если кто забыл, это подлежащее и глагол в прошедшем времени. Например, he started. Подлежащее и V2. Такая формула past simple, единичного действия в прошлом. Подлежащее и V2. Евгения Брехова. Без подлежащего не принимаются ответы. Даже если в учебнике так написано, без подлежащего ответы не принимаются. Ну, напишите хоть местоимение какое-нибудь. Напишите he ran off. Или Eric ran off. My dog ran off. Ну, любое подлежащее напишите. Но без подлежащего нельзя присылать. He ran off into the distance. Into the distance это вдаль. He ran off into the distance. Шестое. Давайте смотрим. Шестое. Чейз это преследовать. Я чейз его. Я сразу несколько прочитаю. Их не надо делать. Просто, чтобы мы понимали контекст. Я прочитаю. Я чейз его. Но. But. Но. Что означает as? Не прям часто встречается. Но знать полезно. Потому что сложно непонятная вещь. As может несколько вещей сразу обозначать. Этот as означает в то время как. В то время как. То есть то же самое, что слово while. В то время как. Пока. Вот это as означает. Есть еще as, который означает в качестве кого-то. Но здесь вот в то время как. Я чейз его. Но пока я ран сквозь деревья, я споткнулся о камень. Как перевести ran off into the distance? Убежал вдаль. Надо слушать. Потому что я несколько раз произнес. Убежал вдаль. Я чейз его. Но пока я ран сквозь деревья, я споткнулся о камень. Вот чейз что поставим? Давайте подумаем. Как думаете? Процесс в середине дел? То есть фон как бы? Или это следующее событие? То есть это единичное действие, доведено до конца или это фон? Вот здесь сложно. Но я расскажу вам, как надо рассуждать. Я чейз его. Вот давайте так. Если я ставлю единичное действие, что в принципе может оказаться и правильным ответом. Если я ставлю единичное действие, то оно доведено до конца. О чем я дальше должен рассказывать, если я ставлю единичное действие? О следующих действиях. То есть если я ставлю единичное действие, дальше я уже должен рассказывать, что было после того, как я чейз. А о чем человек там рассказывает дальше? Он рассказывает, что было после того, как он чейз, это глагол преследовать. Или в момент погони. Ну посмотрите, я прочитал. После действия чейз, преследовать. Человек рассказывает, что было во время чейз или после чейз. Ну прочитайте сами. Что там дальше-то? Я чейз его, но пока я ран сквозь деревья, я что-то там о камень. Что дальше написано после шестого? Что было во время действия чейз или после действия чейз? Дальше написано, что было во время погони. Верно? Во время погони. Стоит ли ставить единичное действие, если я собираюсь рассказывать, что было во время. Этого единичного действия. Потому что если я ставлю единичное, тогда дальше уже логичнее следующее, что было после погони писать. Вот такая логика здесь. Это немножко может быть сложно для восприятия, но на деле с этим не приходится сталкиваться. На практике это не так сложно. То есть это конкретно упражнение так составлено. Но, друзья, тут такой момент, что... Ну, тут такой момент, что другие объяснения были бы просто, ну, ложные. Ну, то есть в том плане, что как бы здесь выбор рассказывать, как есть на самом деле или как. Здесь должен быть... Ну, так в итоге, что мы ставим с чейс? Давайте еще раз пройдемся. Значит, если я ставлю единичное действие, если я ставлю единичное действие, то дальше мне надо рассказывать уже, что было после этого. Потому что единичное действие, доведенное до логического завершения. Если я ставлю единичное, мне дальше надо рассказывать, что было после единичного действия. Ну, хорошо, давайте в русском, может быть, приведем пример. Я вчера, значит, зашел в офис. Как вы думаете, могу ли я, буду ли я следующим предложением рассказывать, что я в лифте делал, когда поднимался? Ну, не, может быть, конечно. Не, это некорректный пример в русском, это некорректный. Не совсем ясный. Кто еще не понял? Кто не понял с этим? Кто не понял? Давайте так, давайте разберемся еще разок. Итак, шестое. Глагол преследовать. Значит, в итоге, у нас выбор такой, единичное действие ставить или в середине дела. Что такое единичное действие? Это не которое в прошлом, а дело не в том, что оно в прошлом. Дело в том, что оно доведено до логического завершения. Вот если я ставлю единичное действие, то дальше я должен рассказывать, что произошло после того, как я chase. Потому что единичное действие предполагает, что оно доведено до конца. То есть я должен, если я ставлю единичное, я дальше должен рассказывать о следующих событиях. Что дальше произошло. А что автор рассказывает? Я chase его, но когда я бежал ран сквозь деревья, он рассказывает о том, что дальше было или во время chase. Давайте еще раз, вот те, кто не поняли. Вот после шестого идет, рассказывается о чем? Что было после chase, следующее событие или во время chase? Давайте подумаем. Он рассказывает, что было во время chase. Он рассказывает, что ран сквозь деревья. Я специально по-русски это не произношу, чтобы не подсказывать вам русским языком. Он рассказывает, что он ран сквозь деревья. Что пока он chase, он там трип спотыкаться. Рассказывает, что было во время погони. Соответственно, логичным решением будет поставить не единичное действие. Афон. Я преследовал его. Нам попадутся еще такие ситуации. Они встречаются в упражнениях. На деле, конечно, над таким вам не придется задумывать. Но дело в том, что просто, понимаете, мне надо объяснить вам, скажем так, почему здесь. Я не могу сказать просто здесь past continuous. Потому что так. Потому что он здесь должен быть. Так говорят. Я же не могу так сказать. Да, на деле, когда вы применяете на практике past continuous, таким задуматься не приходится. Я погнался за ним, пишет Владимир. Ну, давайте и это обсудим. Это интересный момент. Вот это погнался или гнался? Или это отпреследовал его? Что такое chase вообще? Это сложный момент. Вот. Или глагол, например, bark. Это лаять или залаять? Ну, давайте выяснять. Правильно ли я понимаю, что слово погнался, в отличие от гнался, что оно передает идею начала действия? Правильно ли я понимаю, что погнался передает идею именно начала действия? Не то, что я был в середине дела. То есть, погнался, говорят, именно для того, чтобы передать в русском языке. Для того, чтобы передать идею начала действия. Залаял. Пытаются передать начало действия. Так, в русском языке это вы носители. Это английский язык мы уже не обсуждаем сейчас. Обсуждаем в русский. Вы здесь носители. Да, так. А как в английском передать вот идею начала действия? Или конца действия? Для этого, если вам принципиально важно передать идею начала действия, залаял, погнался. Говорят, начал лаять, начал гнаться. То есть, глагол start плюс герундий или плюс инфинитив. Начал лаять, начал лаять. Начал преследовать, начал преследовать. Вот так передать. Если принципиально важно передать идею начала действия, если это не принципиально важно, то тогда ставят спрос. Да, там, что нужно, какое время нужно. Если принципиально важно показать, вот подчеркнуть ее начало действия. Я начал, я погнался. И потом что-то произошло. Скажут start. I started chasing him. Вот это будет погнался. Понятна эта идея? Или нет? Идея спогнался, ясна? Да, но это уже, так мы начали обсуждать сложные моменты. Хорошо, ну давайте тогда в итоге ставим, что ставим-то с chase? Что ставим с глаголом chase в итоге? Учитывая, что дальше мы будем рассказывать, что происходило во время chase. Не после, а во время chase. Что ставим в итоге с chase преследовать? В середине дела? Да, лучше поставить в середине дела. Лучше сказать, я гнался, и в это время что-то произошло. Лучше сказать, я гнался, я в середине дела был, и в это время что-то произошло. Потому что если ставлю единичное chase, то получается, что упал я после того, как уже погнался. Я выполнил действие chase, до конца довел, все, погнался, догнал его, все нормально, и после этого побежал сквозь деревья и упал. Лучше я гнался, и в середине, и в этот, да, когда я был в середине дела, я гнался, в середине дела был. И в этот момент я, что-то там со мной случилось. Игорь Соловьев, история была 60 лет назад. Почему вы пишете, я сейчас гонюсь? Сейчас я не гонюсь за ним. Я понимаю, что это по привычке вы пишете, просто обращайтесь внимания на это. Я был гонюсь за ним. Дальше. Вопрос про погнался, это единичное действие получается, Андрей Цветков, в русском или в английском? Ну да, и так, и так. Просто в английском это же будет вообще перед глаголом-то в английском будет старт в таком случае. Если надо сказать погнался, ведь глаголом будет старт уже, а не chase. Будет I started. А chase это вообще существительный будет. I started chasing, я начал преследование. Или I started to chase. Глаголом-то смысловым уже будет старт. Ладно. Но пока я ран сквозь деревья. Тут как? Пока я... Что здесь поставим? Бежал или пробежал? Что лучше? Пробежал или бежал? Фон поставить. Как перевести I was chasing, Владимир? Я гнался за ним, я преследовал его. Я преследовал. Я преследовал его. Но пока я ран сквозь деревья. Что здесь поставим? Надо наперед читать, надо посмотреть, что в восьмом. Пока я ран сквозь деревья, я trip, глагол спотыкаться, о камень. И fall на землю. Лучше, да, поставить, наверное, фон. Да. Я преследовал его. И пока я бежал сквозь деревья, я trip, о камень, и fall на землю. Лучше поставить фон. Я бежал сквозь деревья, и в этот момент... Я преследовал его. Я бежал сквозь деревья, и в этот момент я trip, о камень, и дальше fall на землю. Пожалуйста. Седьмой, только седьмой делаем. Откройте картинку. Она открыта, перезайдите. Перезайдите. Картинка открыта, она включена в трансляцию. Если не верьте на записи, можете посмотреть потом. Но перезайдите. Если картинка не показывается, это значит, что надо обновить страницу. Что-то случилось у вас. Я бежал в итоге. Я в тот момент бежал. I was running. В середине дела был. I was running through the trees. I was running through the trees. Опять же, друзья, trip – это спотыкаться. Здесь как? Здесь как? Насчет trip. Trip – это спотыкаться, базовое значение. Over – это управление глагола. Споткнуться через что-то. В русском споткнулся о камень. В английском споткнулся над камнем, через камень. Так споткнулся или спотыкался, фон? Что думаете? Я бежал через деревья. Пока я бежал сквозь деревья, я спотыкался об один камень или споткнулся об один камень? Я бежал и параллельно спотыкался или я бежал и раз и споткнулся? Это следующее событие или это фон? Я бежал и спотыкался, спотыкался об один камень. Или это следующее событие? Я бежал, 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 раз – споткнулся. Это следующее событие. Это единичным действием надо оставлять. Да. Причем обратите внимание вот на что. Обратите внимание вот на что. Когда вот это действие спотыкаться, да, вот это действие спотыкаться, оно произошло после run или во время run? Задумайтесь. Вот мы run поставили в континьюсе. I was running. Спотыкаться, trip, произошло во время run или после run? Да, во время. Я бежал и бежал, был в середине дела. Бежал, бежал, бежал и на середине дела бах и споткнулся. Не после. Да. Я бежал, 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 был в середине дела и в этот момент бах и споткнулся. То есть видите, это не одно за другим происходило. Как единичные действия. Я пришел, взял кофе, выпил и ушел. Не одно за другим, а я бежал, был в середине дела и в этот момент споткнулся. Да, да, да. Это, да, можно сказать, что прервало мой бег. Да. Ну да ладно, давайте делать восьмое, пожалуйста. Это правильный глагол trip. Over означает над чем-то движение. То есть как через что-то. Через забор перепрыгнул, да. I jumped over the fence. Посмотрел через забор. То есть через, но не в смысле через как насквозь, а через над каким-то предметом. Через стену перелез, через камень споткнулся. Ну так в английском говорят. Споткнулся через камень. Над ним как бы пролетел. Да. Вот такое значение over. Базовое. То есть движение над каким-то предметом от одного края до другого. I tripped over a stone. I tripped over a stone. Может быть, наверное, немножко я сложное объяснение сразу дал. Надо было их, наверное, потом. Наверное, надо было попроще сейчас рассказывать. Не настолько подробно. Да. Потому что лучше такое сложное. Точнее, надо менее подробно, наверное, было рассказывать. Я споткнулся о камень. И девятое. Fall to the ground. На землю. Что здесь? Фон поставим. Я падал. Или я единичное. Раз и упал. До конца довел или фон? Я падал, падал. Или единичное ставим. Бах и до конца. Или падал. Фон. Ну, лучше единичное, конечно. К чему здесь фон? Ничего себе. Споткнулся о камень и падал, падал. Листья тоже падали. Ну, вот листья падали. Это фон. Я шел по лесу, листья падали. Снег падал на крышу домов. Вот это фон. Но в нашем контексте я бежал, бежал, споткнулся. Лучше сказать упал. Даже по-русски. Здесь же по-русски в русском тоже это все есть. Пожалуйста. А, прошедшее время fall я сейчас напишу. Это fell. Я упал на землю. I fell to the ground. Я упал на землю. I fell to the ground. Окей. На ту единственную землю, которая у меня под ногами. Да? Та земля. The ground. Десятое. Когда я look up. Так. Up здесь в самом базовом значении. Это прям вверх. Что означает look up в этом предложении? Учитывая, что up в самом базовом значении. Это действительно здесь уже прямо вверх обозначает. Это не переносный, никакой смысл. Это просто вверх. Когда я... Что этот look up означает? Ну, смотреть вверх. Да. Вот. Ну что думаете? Это фон? Или это следующее событие, единичное действие? Когда я... Я не мог поверить своим глазам. Это фон. Я бежал, бежал, упал на землю. И когда я... Я не смог... Я не мог поверить своим глазам. Когда я смотрел вверх. Да? То есть это так. Я упал. Я смотрел вверх. Смотрел вверх. И в этот момент не мог поверить своим глазам. Смотрел, смотрел. Или это скорее резко посмотрел. Что больше подходит? По-русски вы бы что поставили в своем рассказе? Что бы по-русски поставили? Такая посмотрел. Или... Когда я смотрел, смотрел, смотрел. Значит стоял там, рассматривал. Лучше посмотрел. Да. Лучше резкое, единичное действие. Да. Пожалуйста. Даже по-русски. Ну просто слово смотрел, как бы фон не подходит сюда. Даже в русском языке. Когда я смотрел... Я взглянул вверх. When I looked up... When I looked up... Could. Could вы знаете или не знаете? Could это, ну, грубо говоря, прошедшее время от кен. Вторая форма кен. Вторая форма кен. В данном случае could просто передает, как бы, то же самое, что кен, только в прошлом. То есть кен это настоящее или будущее. Могу, да? А could это мог в прошлом. Это вот как бы базовое значение could. Точно так же, как кен, физическая или техническая возможность совершить действие. То есть я способен. Только способен был. Past continuous это всегда что делал? Спрашивает Юлия Вэев. Да. Вот здесь можно так утверждать. Past continuous это действительно всегда что делал. Но только что делал в тот момент. В какой-то точке. Что ты вчера делал, это не past continuous. Past continuous это что ты вчера делал, когда я тебе в дверь стучал, и ты мне не открыл. Ты что делал в этот момент? Вот это past continuous. А что ты вчера делал, как вчера день провел, это не past continuous. Потому что past continuous действительно что делал, но в какой-то одной точке маленькой. Да, это действительно делал, не с делал. Вот past simple это и делал, и с делал. Past continuous это только что делал. И при этом в какой-то точке. Поэтому, ну я же говорил, язык состоит из симплов. А все остальные времена это по ситуации применяется. То есть они под какое-то, каждое время под какую-то свою задачу существуют. Так-то все из симплов состоит в основном, вся речь. Да, остальные времена, как дополнительная конструкция, строго под определенную задачу. Так, почему Алексей Чирюков? Потому что модальные глаголы имеют право not присоединять. Алексей спрашивает, почему couldn't, not почему присоединено. Модальный, первый урок. Модальные глаголы имеют право задавать вопрос, присоединять отрицание. И несут нагрузку. Поэтому not к нему присоединено. Это же модальный глагол. I couldn't believe my eyes. Дальше. Eric, play с лисой. Напомню историю. Я упал на землю. Поднял глаза. И не смог или не мог поверить своим глазам. Eric, play с лисой. Что думаете? Это следующее событие? Раз и сделали. Или это в середине дела в тот момент? В середине дела? Да, фон. Или это раз и как произошло? На что это больше похоже? Я поднял глаза и не мог поверить. Eric, в середине дела фон. Ну, то есть в процессе. Ну, это имеется в виду первый пункт в процессе. В процессе, значит, в середине дела в тот момент. Лучше фон, да, в середине дела в тот момент. Я поднял глаза, и они в середине дела были, играли в этот момент. Да. А иначе получится, что это выглядит так. Я поднял глаза, и после этого они раз, как бы, и поиграли после этого. Это не так. Я поднял глаза, и увидел их в середине дела. Пожалуйста. Eric играл с лисой. Играл. То есть Eric был играющим. Те, кто уже написал, присылайте все. Те, кто уже написал, скажите. Здесь есть в середине дела, а есть ли в тот момент? Вот я все время говорю, что вот это continuous, первый пункт, в середине дела, в какой-то точке. Здесь есть в середине дела. А есть ли в какой-то точке? В какой точке? Где эта маленькая точка, да? Где это? То есть я все время повторяю. Вот это слово в процессе, значит, в середине дела, в какой-то точке. В данную секунду в середине дела. Или вчера там в какой-то точке. А здесь где? Когда я поднял глаза, конечно. Я поднял глаза, посмотрел вверх. И в этой точке маленькой, не за вчерашний день, я рассказываю, что они за вчерашний день успели сделать. Вот в этой точке они играли. В середине дела были. They were playing. Да? They were. He was playing with a fox. Ну, я могу его назвать, потому что это моя собака. He was playing with a fox. Двенадцатое. Они. Roll. Это катить или катиться. И так, и так. Ну, роллы, ролики. У нас в русском это слова есть. Роллы. Суши, роллы. Ролики. Еще какие-то слова есть наверняка. Слово. Рок-н-ролл. Это все то же самое. Катить или катиться. Глагол rock. Если что, кто думает, откуда rock-н-roll? Rock. Это раскачиваться. Да? Ну, одно из значений. Если мы глагол берем, брак, это раскачиваться. Значит, around, что означает? Around. Нам вот эти мелочи важно разобрать. Around. Перед тем, как делать, нам бы разобрать эти мелочи. Around. Базовое значение around. Базовое значение вокруг. Да. Да. Но есть еще и другое. Есть еще и не только вокруг, но и хаотично. Туда-сюда во всех направлениях. Такое значение. То есть не обязательно они ровно четкую окружность описывали вокруг меня. По круг прям катались. Это может быть и хаотично. Туда-сюда во всех направлениях. И вот, соответственно, соответственно, и может еще означать around без определенной цели. Вот. Ну, например, ну вот, например, допустим так. Я зашел к начальнику в кабинет забрать документы. И the papers were lying around. Lie – это лежать. Бумаги. Я зашел взять бумаги, и все бумаги, нужные мне, они were lying around у начальника в кабинете. Это как? Понимать. Lie – лежать. Что значит lying around? Я зашел к начальнику в кабинет, и нужны мне бумаги, нужны мне документы. The papers were lying around. Валялись. Валялись хаотично. Да, это не значит, что они ровно в круг были выложены вот так вот, как будто какой-то ритуал он там совершал. Нет. Это значит, что они там и сям, туда-сюда, да, хаотично лежали, в общем, валялись. The papers were lying around. Да, вот так вот. Ну, такое значение есть, то есть во все направления или туда-сюда. И вот здесь именно такой смысл. То есть они не ровно кругом катались вокруг меня, а туда-сюда. Беспорядочно, хаотично. Вот. Такое значение around есть. Что еще? Ну, например, вот из полезных фраз в магазине, да. Пришел я в какой-нибудь магазин, я турист, и мне говорят, Купите вот эту штуку. А я говорю, I'm just looking around. Thanks, I'm just looking around. Спасибо, но я I'm just looking around. Как это понимать? Мне говорят, купите вот этот сувенир. No, no, thanks, I'm just looking around. Я просто, just, просто, я просто смотрю, да, я просто смотрю, просто осматриваюсь. Но что добавляет around? Он добавляет, как бы добавляет идею, что вот здесь в магазине, в этом магазине товар посмотрел, в этом посмотрел. То есть хожу по местности, по окрестностям, и тут посмотрел, тут посмотрел, тут посмотрел. Вот. Вот так вот. То есть и там, и сям. Покупать пока не собираюсь. Можно ли сказать, I was chasing to him? А Владимир, а вы знаете, как это проверить или нет? Владимир, это же управление глагола. Открывайте словарь и проверяйте. Нет, сказать нельзя. Но это, это не потому, что нельзя или можно. Это вы должны, вы можете сами это проверить. Открывайте словарь, пишите глагол chase, находите примеры и смотрите, есть там, если нет, значит нельзя. Вот и все. Я же целое видео снял для того, чтобы вы могли с этим разобраться. Или вы планируете всю жизнь спрашивать у разных людей, можно ли так сказать или нельзя? Вы же сами можете это проверить. Вы думаете, я знаю всегда, как можно сказать или нет? Я знаю, ни один человек не знает все управление всех глаголов. Все специалисты смотрят словарь всегда, и вы тоже будете специалистом. Ладно, они, значит, глагол roll в листьях. Barking playfully, barking liar. Лая, playfully игриво. Ну, как бы увлеченно, игриво. Ну, что в двенадцатом, что вы думаете? Они, что, что здесь? Я поднял глаза. В этот момент Эрик играл с лисой, в середине дела был. Они, это следующее, чем они занялись? Кататься в листьях. Или это в этот момент происходило? Я поднял глаза, он играл с лисой. Это рассказывается, как они играли, то есть, собственно, или дальше, чем они после игры, что они делали? Рассказывается все так же, в середине, какого дела они были в момент, когда я поднял глаза, или после. Я поднял глаза, Эрик играл с лисой, а затем они покатались в листьях. Не, в этот момент, да, в этот момент. Я поднял глаза, они играли, они катались в листьях, они гавкали, они кусались. Это фон, да. Да, 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 да. Это фон. Потому что, если я поставлю simple, pass simple, это будет следующее событие уже. То есть, что они сделали после того, как играли? Это будет следующее событие. Так, Леся, вы пишите, что они сейчас куда-то катятся. Максим и Стомин, они сейчас никуда не катятся. И around вы должны тоже написать. Друзья, это неотделимая вещь. То есть, это фразовый глагол, и частицу от него отделять не надо. Потому что, если вы отделяете частицу, есть риск, что глагол поменяет значение. Если вы оторвете от него частицу. Здесь, конечно, ничего страшного особо не произойдет. Но вообще так делать не надо. Поэтому around давайте оставим. Если пишите roll, то и around надо. Я имею в виду вот здесь вот. They were running around. Частицу нельзя отделять от фразового глагола. Иначе изменится, может кардинально изменится его значение. Ну, вспомните глагол turn. Если я от turn уберу off. Помните turn off? Выключать. Если я уберу off, то останется просто turn, поворачиваться. Могу я сказать поверни телевизор? Когда я скажу turn the TV и turn off the TV, это одно и то же? Нет. Turn off the TV, это выключи телевизор. Turn the TV, это поверни телевизор. Смысл кардинально может измениться. Поэтому отрывать частицы нельзя. They were rolling around in the leaves. Leaves – это листья. Множественное число от слова list. Leaves – это лист, а leaves – листья. Это существительное. Я понимаю, что это выглядит, как будто слово «он уходит», как глагол уходить. Но это существительное во множественном числе. Так. Значит, секундочку про это. Давайте playfully. Изначально было слово play. Дальше что к нему добавили? Видите слово playfully? Что к нему добавили? Добавили full. Что это за элемент? Это просто делает прилагательный. Это суффикс прилагательный. Он из слова делает прилагательный. То есть playfully – игривый. Ну, знаете слово beauty? Beauty – красота. Добавим full. Что получится? Beauty – full. Красивый. Да? Там. Ну, в общем, это частый способ образовывать. Так слова часто образовывают. Добавляют full. Мы не можем, разумеется, так образовывать слова, само собой. Но full, в общем, когда добавляется. С одной L он пишется. С одной L. Этот L, второй – это ли. Это так наречия делаются. С одной L – full пишется. Суффикс full пишется с одной L. То есть beauty – full. Там одна L. Grateful. Да, благодарный тоже как вариант. То есть часто так full добавляется, получается прилагательный. Игривый. А ли делает из прилагательного наречия. Playful – игривый. Playfully – игриво. И дальше слово. Unfortunately. Какое в основе лежит там слово? Вот в unfortunately. Что в корне? Это слово даже в русском у нас есть. В корне этого слова. Unfortunately. Это фортуна. Да, 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 да. Ну, фортуна. Удача. Да. Хорошо. Как дальше делали? Давайте я покажу. Было изначально как бы фортуна, да. Это как бы был, видимо, латинский корень. Дальше сделали прилагательное fortunate. Удачливый. Фортуна – удача. Fortunate – удачливый. Дальше добавили un. Это что приставка означает? Было слово удачливый. Fortunate. Добавили un. Получилось, что означает un? Противоположный признак. То есть удачливый, а противоположный признак – неудачливый. Да. Unfortunate. Удачливый, а теперь противоположный смысл – неудачливый. Ну, как, не знаю, кто-нибудь, у кого-нибудь есть Excel на компьютере или Word на английском? Как там отменить? Вот как отменить в Word? Как называется по-английски отменить действие? Ну, вот я написал с ошибкой, я хочу отменить. Как это по-английски называется? Ни разу не видели? Вот так вот это называется. Undo. Control-Z. Control-Z – это надо нажать на клавиатуре. А как называется команда-то? Undo. Это называется, да. То есть сначала вы do что-то, написали что-то, а потом вы undo. То есть противоположное совершаете. Также unfortunate – неудачливый. Вот, ну и добавили ли получилось наречие «неудачливого». Unfortunately. Неудачливый, да. Ну или там, к несчастью. Когда я stand up, лиса run away. Ну что в 13-м? Что поставим? Это фон или это следующее событие? К несчастью, когда я… Вот последнее, на чем оно закончилось, они там катались в листьях. Это встал, следующее событие или это фон? Я, значит, вставал, пока они катались. Не, наверное, это следующее событие, да, встал. Пожалуйста, давайте тогда напишем. Вставать в прошедшем времени вот так вот. Когда я встал… Что up, в каком значении? Пока мы разбираемся, пока вы пишете, кто написал, в каком значении up. Те, кто написал. Когда я встал, when I stood up… Просто вверх. Это здесь уже ничего не надо выдумывать, это просто вверх. Или в вертикальное положение. Да. Когда я встал, так, the fox – это лиса, потому что уже собеседник, уже упомянутый, уже лиса введена в контекст. Это лиса. Run away. Это фон. Когда я встал, лиса – run away, поэтому я поймал свою собаку и пошел домой. Run away – это фон или это единичное? До конца доведено. То есть, следующее событие. Я встал, она убегала, в середине дела была, или я встал, она убежала? В принципе, на самом деле, здесь нельзя прям четко сказать, что только прям один подходит. Потому что убегала, в принципе, ну, когда я встал, лиса убегала в этот момент. Это просто не лучший вариант, но со скрипом подходит. Это не лучший вариант – убегала. Фон не лучше ставить. Почему? Потому что дальше написано. Я собаку взял и пошел домой. Лучше написать. Я почему пошел домой? Потому что лиса убежала. Когда я встал, лиса убежала. Давайте напишем. Хотя убегала тоже, в принципе, нормально. Давайте напишем. Убежала. Единичное действие. Эта лиса убежала. Как переводится в данном контексте? Давайте всех спросим. Как переводится so? Лиса убежала. Когда я встал, лиса убежала. So как переводится? Поэтому, поэтому, конечно, как он в Excel, как он в домашке переводится, так же он переводится и здесь. Он почти всегда так и переводится. Поэтому это очень важное слово. Ну, это крайне важное слово, как слово BECAUSE. Только BECAUSE противоположно. BECAUSE показывает причину, а SEO показывает следствие. К сожалению, когда я встал, лиса убежала. А, кстати, вот справедливый вариант, справедливый. Николай говорит, что не случайно написано «К несчастью, когда я встал, лиса убежала». Да. Не случайно здесь написано «К несчастью». Здесь, правда, не написано «Сожалению». Такого здесь нет, даже близко. Это от слова «счастье» образованная. Удача, к несчастью, к неудаче. Когда я встал, лиса убежала. Да, если бы она убегала, стал бы он говорить «К несчастью». Наверное, «К несчастью» он говорит, потому что она все-таки убежала. Это логичнее поставить. Поэтому я кетч Эрика. Юлия ВФ, да. That's why. Только that's why имеет такое же значение. Только это вот почему это реже используется. Поэтому я кетч, кетч, что здесь ставим? Что здесь ставим? Фон. Лиса убежала. Ну и поэтому, значит, я ловил, 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 ловил Эрика фон или единичное поймал? Ну, лучше поймал, конечно. Лучше поймал поставить все-таки. Да. Во второй форме кетч вот так выглядит. Cut. Но к чему здесь фон? Я ловил Эрика, ловил, ловил. И чего? Это что на этом фоне должно произойти? Вот фон подошел бы так. Если я ловил Эрика, ловил, ловил. И тут вместо лисы выбежал медведь. И откусил мне ногу. Вот здесь подошел бы фон. Я ловил Эрика. И в этот момент раз и произошло что-то. I caught Eric. I caught Eric. Так. И шестнадцатое. Я поймал Эрика, и шестнадцатое. И take. Но take это же не взять здесь имеется в виду. Мы же не будем литературно переводить, как бы взять домой. Это же не бездомная собака. Это имеется в виду как доставить, отвезти кого-то куда-то. Здесь что поставим? Единичный или фон? Я отвел домой или вел домой? Ну, единственный или фон что поставил? Ну, фоном заканчивать историю было бы странно. Потому что если мы пишем фон, то на этом фоне все ждут, что что-то произойдет. Я в начале урока приводил вам пример такой, что нельзя сказать по-русски. Знаете, я вчера, значит, играл в футбол. Не замолчать на этом. Потому что собеседник, если вы сказали фон, даже по-русски. Собеседник ждет продолжения. И что там случилось на этом фоне? А вот поэтому, как бы, в конце рассказа просто написать фон немножко странно будет. Да, ну, я, значит, ввел его домой. Ну, по крайней мере, в конце этого рассказа, может быть, есть какое-то другое предложение. Мы шли домой, падали листья, и осеннее солнце заходило за горизонт. Ну, вот здесь вот нормально. Но заканчивать, значит, я ввел его домой, это немножко странно. Вот в таком контексте. Вот если бы там было какое-то описание, может, природы, да, он, может, еще нормально было бы фоном закончить. Пожалуйста. Да, я отвел его домой. Еще раз, это не взял. Да, take можно использовать просто, чтобы кто-то кого-то куда-то отвел, доставил. I took him home. Да, то есть, можно, допустим, можно сказать, допустим, отец может сказать, я взял детей в зоопарк. I took my kids to the zoo. Что это будет означать? I took my kids to the zoo. Это будет означать, сводил детей в зоопарк вчера. Или водил детей в зоопарк. I took my kids to the zoo. Или сводил, или водил. I took my kids to the zoo. Или, ну, допустим, я сводил ее в ресторан. I took her to a restaurant. Вот. Get, можно ли get сюда поставить? I got him home. Ну, да, наверное, в разговорной речи можно. Да, наверное, можно. Наверное. Так. Выключаю это. Ну, что, а на этом мы, пожалуй, с паст-континьюсом, на этом упражнении мы, пожалуй, остановимся. Вот. Давайте сейчас у меня, я посмотрю, у меня в Excel есть какие-нибудь... Я писал много заданий на паст-континьюс в Excel. Сейчас. Может быть... Может быть... Секундочку. Да, вот, можно поотличать, как это используется. Вот давайте такое. Значит. Я на днях ел пиццу в ресторане, и ко мне подошел официант. Вот два действия здесь. Первое, какой тип действия, и второе, какой. Знаете, я на днях ел пиццу в ресторане, и ко мне официант подошел, попросил 200 долларов чревых. Первое действие, какой тип? Ну, то есть, что это? Единичное или в процессе? То есть, единичное или фон? Я на днях ел пиццу в ресторане, и ко мне подошел официант. Первое, какое. Я на днях ел пиццу в ресторане. Можно ли сказать, что это фон? Первое. Я на днях ел пиццу в ресторане, значит. Можно ли сказать, что это фон? да это же ну вы контекст дальше не слушали там же рассказывается что потом произошло это фон я ел знаешь пиццу сидел в какая как-то раз вот в ресторане и в этот момент ко мне подошел официант до первое действие это фон и а второе это уже собственно событие что на этом фоне произошло официант подошел здесь как это фон или соответственно это событие которое на фоне произошло такого понятия как факт у нас нет друзья терминологию давайте так договоримся мы говорим с вами на одном языке вы используете ту терминологию которую я использую хорошо то единичное действие подошел до это единичное действие подошел иначе получилось бы он подходил подходил я ела он подходил я ела он подходил подходил все это время это очень странно выглядит конечно хорошо ладно давайте такое сделано допустим я вчера значит пошел к пете в гости зашел ну мне открыли дверь мне открыли дверь я вошел в комнату и все сидели на полу ели пиццу вот здесь три действия я вошел в комнату ну позвали меня в гости я вышел в комнату все сидели на полу ели пиццу здесь три действия у всех назовите типы я позвали в гости вчера значит я вошел в комнату все сидели на полу ели пиццу три действия вошел сидели, ели. Типы действий. Я вошел в комнату. Это фон? Серьезно? Друзья, в том порядке надо писать, друзья, я не телепат. Надо писать в том порядке, в котором я их назвал. Логично, да? Если вы написали в другом порядке, я как могу догадаться, что вы имеете ввиду. Первое, какое вошел? Вошел единичное действие. Ну и что это фон? Входил в комнату, входил, входил. Нет, вошел в комнату. Да, хорошо. Все сидели. Это можно сказать, что они в середине дела были в тот момент? Все сидели на полу. Может сказать, что в середине дела были? Можно, да. В тот момент, когда я вошел, все в середине дела были? Да. Хорошо, все сидели на полу. Хорошо. А ели пиццу? Можно сказать, что в середине дела были? Да. Можно. Это фон. Я вошел, а это единичное. Они сидели и ели. Это фон, конечно. Конечно, да. Сидели. Не посидели, а сидели и ели. Да, это фон. Ну, собственно, это даже в русском фон. То есть, в русском языке точно такая же, точно так же здесь использовано, чтобы показать фон, а следующие события уже будут единичными. Все сидели, ели пиццу. Ну, я взял и перевернул их коробку с пиццей. Вот это единичное, это следующее событие. Значит, давайте такое. Давайте такое. Я вчера вашу встретил. Он стоял в очереди, он ждал в очереди за колбасой. Ну, стоял в очереди, скажу просто глаголом ждать. Ждал в очереди. Я вчера вашу встретил, он стоял в очереди за колбасой. Ну, или он стоял в очереди за билетами на этот концерт. Два действия. Я вчера встретил ваши, он стоял в очереди за билетами на концерт Газманова. Ну, просто скажут в английском не стоял в очереди, а там глагол wait будет. Ждал в очереди. Но по-русски мы не говорим не ждал в очереди, а стоял в очереди обычно. Ну, так что? Встретил. Встретил единичное. Встретил единичное. Ждал в очереди. Можно ли сказать в этот момент в середине дела? Можно ли утверждать, что это в какой-то точке в середине дела? Как вы считаете? Ну, это точно в середине дела. Это в середине точно. Потому что он же стоял, ждал, не пришел и раз подождал, да, а в середине дела был. Хорошо. Но можно ли утверждать, что это в какой-то точке? Я вчера вашу встретил, он в очереди стоял. Можно утверждать, что это в какой-то точке? Точно в середине, но в... Ну, конечно, когда я его встретил. Имеется же в виду, когда я его встретил. Здесь нет слова когда, но это имеется в виду. Я его встретил, и в этот момент он в середине дела был, в очереди стоял. I met Vasya yesterday. He was waiting in a queue. Да, это так звучит. I met him yesterday. He was waiting in a queue. Queue это очередь. Или по-американски еще говорит line. Как линия. Он стоял в линии. He was waiting in a line. Ну вот, да, да, да. Получается отличать? Вы в русском начинаете чувствовать, где что? В русском языке я имею в виду. Начинаете чувствовать, где фон, где в середине дела в какой-то точке continuous, а где единичный. Да, ну немного начинаете. Хорошо. Ладно. Приходит человек, доктор. Так, вы вчера пили? Человек приходит доктор. Так, вы вчера пили? Как будет очередь? Очередь это... пока я пока пишу очередь. Человек приходит к доктору и... и... доктору сочетчера пили? Ну... чего? Это... ну это... это только один... здесь только одно действие. Первое, не надо. Это контекст. Первое, приходит к доктору, это... это контекст. Доктор спрашивает, вы вчера пили? Доктор как должен спросить? Симплом, единичным? Ну давайте так. Это вопрос про какую-то точку вчерашнего дня? Это вопрос про какую-то точку вчерашнего дня? Здесь есть в середине дела в какой-то точке? нет. Это вообще спрашивается, вчера такое было или не было такое событие? Да. Был такое вчера или не было? Это не про какой-то в тот момент, здесь нету в тот момент. Да, здесь нет в тот момент. Хорошо, а теперь послушайте еще одну историю. Учительница и школьники сидят, и учительница говорит, я вчера проходила мимо дома Пети и Васи, и увидела Петю и Васю. Петя и Вася, я вчера вас... я учительница, допустим, говорю, Петя и Вася, я когда вчера шла из школы, я увидела вас в подворотне. Вы пили? Предложение такое же на русском. Практически идентично, но другой контекст. А здесь как? А здесь спрашивается, вчера вообще вы делали это или вчера такого не было? Или в тот момент, чем вы занимались? То есть она спрашивает вообще, вы вчера употребляли алкоголь или нет? Или она спрашивает, а в тот момент, в середине какого дела вы были? Можно ли здесь вот сказать, что в середине дела в тот момент? Она спрашивает, в середине какого дела мы были в тот момент? Или вообще, за вчерашний день? Вы употребляли алкоголь или нет? Нет, это спрашивается, в тот момент, в середине какого дела вы были? Совершенно верно. Вы что, в тот момент пили? Were you drinking? Were you drinking at that moment? Да. Ну а увидела это, это не надо, это я для контекста просто привел, чтобы вам было понятно. Вот, вы видите, предложение на русском одинаковое. Доктор спрашивает, вы вчера пили, но это в симпле, потому что это не про какую-то точку вопроса, вчера был такой или нет за вчерашний день. А учительница спрашивает в continuous, потому что она сказала, я вчера вас увидела после школы в подворотне. Вы что в этот момент делали? What were you doing? Were you drinking? Да? Вот так вот. Эти примеры ясны? С учительницей и этим, и доктором ясны? Звучат на русском одинаково, но вы видите, что это, они задают вопрос про разное. Доктор спрашивает, вообще, был такое событие вчера или нет? А учительница спрашивает, в тот момент что делали? В тот момент, в середине какого дела были? Что делали в тот момент? Да, понятно, хорошо. В тот момент, когда я вас увидел, что делали? Вот так вот. Ну все, на сегодня все, пожалуй. Уже скоро начинается перфект. Уже скоро начинается перфект, то есть начнутся самые интересные. Обязательно делайте Excel, пожалуйста. Иначе вы, друзья, кто не делает Excel, вы у себя, ну вы себе сильно усложняете задачу. То есть, если делать Excel, учиться намного легче. И все запоминается намного легче, если вы делаете Excel. Если вопросы есть, пожалуйста, давайте. На следующем уроке еще мы поделаем, continuous, да, и скоро начнется перфект. Для чего вы ссылку на Google Диск давали? Потому что по какой-то неизвестной причине вчерашняя запись отказывается загружаться на YouTube. Это первый раз такое. Это YouTube загружает эту запись и потом сообщает, что обработать невозможно. А, на книге? А, ну я прислал, потому что у кого-то не было книг, и кто-то сказал мне, у меня нет книг, пришлите. Присылайте, и все. Ну, книги... Ну, домашка, наверное, будет по... Да, давайте домашку на past continuous вы сделаете. Из книг вы сделаете, да, целая неделя же у нас. Это же лучше сейчас задать, чтобы в следующую субботу вам не приходилось много делать. 6.3, но я пришлю еще в письме. Это фиолетовый учебник Мерфи, 6.3. Там то же самое, что мы делали. То есть, какая-то история, и нужно выбрать фон или единичное действие. Тоже какая-то история рассказывается, как бытовая, обычная. 6.3. Вот, допустим, я там вчера ехал на велосипеде. Это я прямо оттуда читаю. Я понимаю, что это выглядит, как будто очередное предложение, которое я выдумал. Но дело в том, что предложение, которое я вам выдумываю, они полностью, в общем-то, как в учебнике, в таком же стиле. Вот в третьем, например. Я вчера ехал на велосипеде, и тут мужчина выскочил на дорогу. Вот где бы вы что поставили, если по-русски так? Это я из учебника читаю. Я вчера, значит, ехал на велосипеде, и тут внезапно мужчина выскочил на дорогу прямо передо мной. Ехал, это фон, да, это фон, я решил с него начать рассказ, это я не рассказываю, как я провел вчерашний день, что я вчера успел сделать, нет, это фон, в какой-то момент вчерашнего дня я ехал, такой посыл, я ехал и ехал, значит, и тут в этот момент выскочил это единичное, да, конечно, ну это вы сами поделайте, 6.3, так, вопросы, пришлете вы, это, скрин пришлете, говорит Леся, Леся, нет, скрин не пришлю, ну 6.3, ну вам, у вас нет учебника или вам просто не хочется открывать, скрин не пришлю, 6.3, там картинки, да, но картинки, они особо никак не помогают, ну не особо, скажем так, 6.3, по экселю тоже делать, да, однозначно, эксель однозначно надо делать, так, during, while и for, вроде бы в одном значении, в течение какого-то времени, но используется по-разному, можно объяснить подробнее, поподробнее не могу объяснить, for означает в течение, ну нет, это не одно и то же, for означает в течение какого-то времени, то есть в течение двух часов, его пишут, for пишут с затраченным временем, после for сразу пишут затраченное время, while означает в то время как, после while пишут незатраченное время, нельзя сказать while two hours, нельзя, for two hours, можно, I worked for two hours, я два часа вчера работал, и так и нужно говорить, после for пишут затраченное время, после while пишут новое предложение, я работал в то время как Вася отдыхал, прохлаждался, while это как бы союз, for это предлог, после него вот пишут затраченное время, после while пишут новое предложение, как правило, during, during это очень любимое слово русскоязычных людей, вот про него что могу сказать, это в течение, после него пишут существительное, ну я не стал бы, русскоязычные люди его, то что называется overused, используют больше, чем надо, during это вот на протяжении всего периода, после during обычно пишут during the night, на протяжении всей ночи, на протяжении всего дня, это вот такой смысл, на протяжении всей ночи, на протяжении всего дня, for показывает как бы, сколько времени я потратил, два года это делал, три дня это делал, два часа это делал, а during означает на протяжении всего периода это делал, while это вообще из другой оперы, while означает пока я это делал, кто другой это делал, да, то есть в то время как, после while начинается новое предложение, после during for нет, после during for пишут, вот during на протяжении какого-то периода, на протяжении всего этого периода, а for используют, чтобы показать, сколько времени я потратил, целых два часа это делал, целых три часа это делал, целых два года это делал, вот вы видите, можно сказать, я на протяжении года работал, а можно сказать, я год работал, это же разные предложения, я год работал, это с for, я на протяжении года работал, это during, но during не рекомендую использовать, потому что русскоязычные люди классически используют вот там, где надо и там, где не надо, вот, поэтому это вот все, что я могу сказать про них, все-таки вопрос про слова, как правильно использовать подлежащее один раз, когда дальше идет ряд последовательных событий с ним же? Как правильно использовать подлежащее? Одно подлежащее и все, одно подлежащее сколько угодно смысловых глаголов, s плюс v плюс v плюс v плюс v плюс v и так далее, Нет, у меня ровно все одинаково, не понял, где вы увидели, что у меня по-другому? Не может быть, если бы у меня было где-то не так написано, это было бы очень явной ошибкой, вы что? Значит, если есть подлежащее, he, и допустим вспомогательный глагол, s, то, соответственно, вы пишете сколько хотите смысловых глаголов, хоть сотню. Если вы написали заново подлежащее, she, или еще раз, he написали заново подлежащее, значит, надо заново написать вспомогательный глагол, и снова можно писать сколько хотите смысловых глаголов, всегда так. Смысловых глаголов сколько хотите к одному подлежащему. He's running, working, going, то есть, пожалуйста, он сейчас и это делает, и это he's writing, he's reading, he's speaking. Я просто повторяю подлежащее, потому что так, повторяю подлежащее вспомогательный глагол, потому что, во-первых, так лучше запоминать, чтобы всегда было подлежащее, а во-вторых, потому что так часто делают. Я, собственно, не очень понял, Николай, ваш вопрос до конца. Вопрос, что, можно ли написать еще один смысловой глагол, когда вы написали? Можно ли написать he's running and writing, так? Или he's writing and reading, можно ли так писать? Можно. Смысловых глаголов сколько угодно можете писать. К одному подлежащему, одному вспомогательному глаголу. Имеется в виду, что после end получается новое предложение. Можно не начинать новое предложение, можно начать. Можно написать he's writing and reading, он пишет и читает, как и в русском. А можно написать he's reading and he's writing, можно начать новое предложение. Как в русском языке? Я ответил на свой вопрос или нет? Я просто не понимаю конкретно, как бы, что вы спрашивали. Так вот, когда, как, правильно? Да без разницы. Я не понимаю, почему вы вообще на этом фокусируетесь. Здесь нет, правильно, неправильно. Как лучше звучит? Здесь категории правильно, неправильно, неуместные. Ну, это как, знаете, когда правильно говорить одно предложение, когда правильно говорить два. То есть, ну, это нельзя ответить на это вопрос. Просто, как бы, зависит от стиля, да, зависит от, соответственно, стиля. Может быть, конечно, можно что-то придумать на этот счет. Ну, нет, здесь надо, конечно, опираться просто на то, что, как вам кажется, лучше звучит. Слова заменителя thanks и stuff похожи. В чем разница применения? Ну, stuff – это более неформальное, конечно. Это совсем неформальное. Things – это более-менее принятое вид. В чем разница? Ну, ни в чем. Только, ну, stuff – неисчисляемая вещь. Но это особо ни на что не влияет. Это неисчисляемое слово. Things – это множественное число. Вот. Но вообще, конечно, лучше thanks говорить. Намного лучше. Потому что stuff – это как бы, ну, ближе, как бы, к подростковому языку. Ну, вот. То есть, это сильно неформальная вещь. Лучше говорить thanks. Это нормально и общепринятое, все говорят. Так, Мария, что вы удалили? Или это я удалил ваше сообщение случайно? Или вы удалили? Вы прислали какой-то пример, а он пропал. Это я удалил или вы удалили? Может, я случайно нажал? Так. Ладно, вопросов нет раз. Тогда я запись выключаю. Всем спасибо.